здравствуй путник сегодняшняя история называется похоронный цех автор истории зов извне да это моя история которая довольно долго писалась я решил немного пографоманить а перед прослушиванием я как обычно благодарю следующих подписчиков за донаты дмитрий чугунов и ирина житкова спасибо вам большое ну и конечно же спасибо подписчикам бусти которых вы видите на экране в особенности подписчикам алистер гарфилд соня и веляна тромбон и огромнейшее спасибо алексею ульянову ну а теперь к истории и приятного прослушивания понедельник 6 утра андрей как обычно проснулся рано очередной рабочий день очередная унылая неделя привычно подумал парень перед тем как встать с кровати он уже давно свыкся с тем что вся его жизнь состоит из двух событий поход на работу и поход с работы сама работа давно перестала его мотивировать удовлетворять и радовать андрей был исполнительным специалистом пользовался уважением у начальства и коллег но звезд с неба все же не хватал после обычных утренних ритуалов в виде кофе порции никотина и просмотра ютубчика который тоже не вызывал у него и тени улыбки либо каких-то других эмоций молодой инженер стал собираться в путь дорога до его завода занимала около 20 минут шел он неспешно никуда не торопясь погрузившись в собственные мысли что я делаю со своей жизнью сколько можно ждать кульминации когда я уже стану тем самым сказочным героем почему я погряз в этой рутине мыслил он урывками задавая самому себе много вопросов на которые ответить не мог никто все мы в детстве читали сказки да и нам родители или бабушки с дедушками читали и рассказывали их все мы верили что вот эта книжка с красочной обложкой когда-то станет реальностью для нас ведь как бывает в сказках герой растет крепчает становится сильнее отправляется в приключения находит друзей побеждает врагов получает в награду любовь и сокровища и жили они долго и счастливо андрей тоже всегда ждал этой кульминации ведь он казалось бы сделал все для этого отлично учился в школе получил высшее образование подавал огромные надежды как специалист в области машиностроения но судьба распорядилась с ним иначе заковав в овцепи рутины заводских будней он так и остался лишь обычным ведущим технологом который каждый день делал одно и то же получал среднюю зарплату а дома ждала лишь кошка рабочая неделя началась как обычно андрей пришел в отдел проверил почту пообщался с коллегами делая вид что ему интересны все их разговоры о детях вчерашнем ужине в футболе и прочим радостям обычных заводчан попил чай поправил пару технологий на детали пришла пора отправиться в отдел экспедиции проверить не пришла ли корреспонденция на его отдел походы в экспедицию одна из немногих вещей которая до сих пор его радовала все дело в том что в экспедиции работала света девушка которая всегда мило улыбалась была приветлива и отличалась от других угрюмых людей которые общались с ним с кислой миной к чему же так привык андрей подкатить к ней парень не решался он лишь созерцал ее любовался и его это устраивало забрав документы насладившись улыбкой светы технолог направился к себе в отдел путь был не близкий завод огромен площадь занимает приличную является градообразующим предприятием все эти хаотичные казалось бы нагромождение цехов административных корпусов компрессорных котельных трансформаторных подстанций каких-то ангаров и различных других зданий неизвестного андрею назначения образовывали самые настоящие лабиринты стоило лишь свернуть с центральных улиц предприятия непосвященный человек который мало ходит по заводу и знает лишь свой цех либо вообще попал на предприятие впервые мог здесь запросто заблудиться и никогда не найти дорогу без посторонней помощи дальнейшие события рабочего дня шли по накатанной вплоть до конца дома парня ждали нехитрые развлечения видеоигры youtube сериалы книги и игры с кошкой друзья уже давно отсеялись многие после института обзавелись семьями либо переехали в столице либо вообще в другие страны андрей лишь иногда общался с ними в соцсетях с небольшим раздражением глядя на аватарки этот на всех фотках с женой ребенком это твоя страница или твоей семьи в конце концов зачем ты вываливаешь личную жизнь в соцсети у этого фотки постоянно то на серфе то на сноуборде то на лыжах то в альпинистском снаряжении на скале откуда у тебя столько времени и денег этот троечник придурок регулярно светит новые крутые тачки как вам это удается да андрей был на людях и в общении с ними приветлив улыбчив и доброжелателен но внутри его был целый спектр негативных эмоций некоторым он завидовал некоторых он ненавидел а других так и вовсе презирал крайне редко он выплескивал свою желчь наружу лишь к паре коллег из-за дела он относился положительно но и к свете хотя он ее толком и не знал вот такой он был человек компенсировал свои нереализованные амбиции ненавистью к людям внутри себя культивировал эти чувства до такой степени что они временами начинали пожирать его эскапизм помогал ему отвлечься поиграв несколько часов в очередную японскую игрушку которая недавно затянула его андрей взглянул на часы 23 00 пора спать завтра очередной рабочий день промозглое серое октябрьское утро молодой инженер плетется на завод под зонтом в наушниках звучит песня летова исполнитель затянул андрей усугублял свою меланхолию музыкой любил послушать различную блэкуху сибирский панк и дум вот и сейчас слушая лирику летова он видел отражение себя почти в каждой строчке с мыслями об охране своей сумки дошел до рабочего места внезапно посреди рабочей рутины раздается звонок алло андрей по голосу парень понял что звонит начальник цеха да слушаю владимир алексеевич зайди ко мне нужно обсудить кое-что хорошо скоро буду и что ему от меня понадобилось вроде нигде не косячил последнее время думаю андрей пока поднимался на этаж выше отворив дверь в кабинет в технолог увидел улыбающегося начальника пребывающего явно в хорошем расположении духа присаживайся есть хорошие новости все также с улыбкой предложил владимир алексеевич как ты знаешь близится день предприятия а значит обновят доску почета директор по производству спустил нам квоту в два человека от цеха я выбрал тюкавкина нашего чпушника но ты знаешь его и тебя ты не против надеюсь нужно будет сходить сфотографироваться в приличном виде целый год все-таки будешь висеть на доске у проходных точнее твоя фотография смеясь озвучила новость нет не против конечно владимир алексеевич это честь для меня вот и замечательно значит впишу тебя не забывай что за это еще и премия полагается распорядись ею с умом но не мне тебя учить чуть задумавшись добавил а технологии то завтра будут готовы на валы будут уже доделываю сообщил андрей вот и славно ладно можешь возвращаться к работе спускаясь к себе в кабинет парень размышлял какую бы рубашку ему надеть для фотографии и на что потратить премию все-таки разбавились немного его черно-белые дни эта новость весьма обрадовала андрея спустя несколько дней технолог стал пораньше чтобы навести марафет за день до этого он сходил в парикмахерскую а также купил новую рубашку сейчас он светился и пританцовывал напевая песенку ходит дурачок по лесу побрился почистил зубы надел отглаженную рубашку и пошел на работу со светлыми мыслями впервые за долгое время после фотосессии торжественного поздравления директора предприятия он решил отметить это событие ну раз такое дело то надо наверное пригласить саню и лёху он подумал о тех коллегах с которыми более-менее хорошо общался и не испытывал к ним отвращения окрыленный радостью решился он и на очень смелый шаг чем черт не шутит приглашу свету заодно и познакомимся поближе если она не отошьет меня конечно вдруг у нее есть парень а может даже и муж хотя кольца на пальце я не видел ладно была не была пытаясь соблюдать с волнением андрей открыл дверь в отдел экспедиции сделав вид что буднична пришел за корреспонденцией он как обычно начал свой короткий диалог со светой привет и что для сорок восьмого цеха привет андрей да есть журнал ко дню предприятия и какие-то письма от поставщиков режущий инструмент по моему ответила девушка с миловидной улыбкой которая так нравилась андрею складывая бумаги в папку и взяв волю в кулак парень вместо типичных спасибо пока продолжил слушай ты не занята сегодня вечером пирушку небольшую устраиваю я ж на доске почета буду висеть теперь не хотелось бы хвастаться и кичится этим конечно но вот решил это отметить ты как не против ого здорово слушай поздравляю тебя я конечно же не против раз ты приглашаешь рада буду поучаствовать куда идем сколько нас будет все с той же улыбкой ответила света но андрей обратил внимание что щеки налились краской в бар гвозди сегодня в 19.00 с тобой нас будет четверо будут еще два технолога из моего отдела александра и алексей там вас и познакомлю спасибо за приглашение я приду буду ждать но тогда до вечера андрей с радостной улыбкой пошел к себе он буквально летел по заводу даже не заметил противного запаха двадцать девятого цеха который заводчане называли похоронным почему похоронным да потому что все его существо кричала об этом мутные стекла во ближших рамах облупленные стены которые давно не видели ремонта постоянный мерзкий запах который пробирает до мозга костей в цехе шли процессы черного литья гальваники травления различные термические процессы внутреннее убранство цеха тоже не отличалась чистоту и образцовой культурой производства что вы знаете о заводах в интернете телевизоре в журналах и прочих массовых медиа вы могли видеть картинки идеально чистых индустриальных помещений в которых ходили статные мужчины и женщины в блестящих касках и пестрой выглаженной спецодежде в реальности же все было иначе да на нашем заводе есть сборочные цеха где родили за культуру производства и в целом все было неплохо но похоронный 29 отличался от них разительно из-за специфики своей работы рабочих оттуда можно было узнать сразу чумазые робы нездоровый цвет лица кашель и хриплый голос они имели вредные условия труда за что получали дополнительные надбавки и льготы но расплачивались здоровьем конечно когда работаешь с гальваника и химической обработкой металлов ванами ционирование и прочим то здоровье легко пошатнется иногда андрей представлял себе рабочих этого цеха и сам цех как единый организм который подпитывает сам себя как спящее лавкрафтовское божество он поддерживает процессы жизнедеятельности а рабочие как муравьи заботятся о своей матке и трудятся 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 тем не менее сегодня он даже не обратил внимание на похорон и цех технолог с нетерпением ждал конца рабочего дня чтобы отметить свое достижение в баре с приятной компанией вечером того же дня он и отправился по тихим провинциальным улочкам в заведение с дурацким названием гвозди сани и лёха уже были на месте решили поехать на троллейбусе тогда же как андрей любил прогуляться пешком света видно не было но привет еще раз почетный работник с улыбкой поприветствовал лёха и жестом пригласил андрея за стол привет привет лентяи что ж вам пешком то не ходится прошлись бы вместе нужно пользоваться благами цивилизации для этого у нас транспорты ходит а ноги то не казенные парировал александр с гокотом и шутейками ребята заказали пиво закусок и стали общаться примерно через полчаса показалось света ого а что ж ты не сказал что нашу сосисочную вечеринку разбавит милая дама шепнул лёха андрею да но я на самом деле не был уверен что она придет пригласил так на удачу вы с саней главное не ведите себя как дураки перед ней окей в ответ также полушепотом ответил парень после быстрого знакомства молодежь продолжила веселье андрей уже находясь в небольшом подпитии отметил что света сегодня выглядит особенно хорошо даже лучше чем обычно и к своему удивлению сказал это прямо вслух вообще наш технолог выпивал редко в отличие от его коллег по цеху которые работали по его технологиям в производственной группе к алкоголю он относился очень сдержанно если даже выпивал предпочитал хорошее вкусное пиво нежели пресловутую прозрачную которую так любили работяги возле завода находилась рюмочная в которой каждый день после 16 30 было не протолкнуться простые мужики глушили водочкой свои проблемы неудовлетворенность жизнью стресс семейные неурядицы волнение от низкого дохода и прочие мерзкие проблемы андрей же сделал выбор в пользу тренажерного зала книг и редких возлияния исключительно в хорошей компании слово за слово бокал за бокалом шутка за шуткой так и пролетел вечер лёха с они вызвали такси увидев что света весьма захмелела технолог решил проводить ее до дома пара шла почти по безлюдной центральной улице которая уютно освещалась теплым светом фонарей все же в глубинке есть своя романтика подумал андрей когда-то у него был шанс перебраться в санкт-петербург однажды на одном промышленном форуме ему предложили вакансию технолог отказался так как ценил уют своего маленького весногорска и вот сейчас он шел со света и не верил что все это происходит с ним с девушками он имел успех в юности но после взросления стал и сам меньше внимания ему уделять решив сосредоточиться на карьере с карьерой задалось не особо с женским вниманием а точнее с его ответной реакцией на женские знаки внимания тоже не задалось света же была очень простой девушкой как ему показалось с ней было легко она была общительна но не болтлива она понимала его юмор или по крайней мере делала вид так они и шли смеясь и не думая о завтрашнем дне их нисколько не испугал внезапно начавшийся дождь наоборот они шли под одним зонтом а света взяла его под руку обменявшись телефонами добавив друг друга в мессенджере и с обещанием продолжить общение молодые люди разошлись у дома девушки когда ночь уже полноценно вступила в свои права андрей проснулся с небольшим шумом в голове подумав что хорошо бы взять сегодня отгул он посмотрел на часы 6 20 проснулся позже либо сейчас в спешке собираться либо позвонить руководителю и проситься отдохнуть бюрократические проволочки с оформлением отгула он всегда мог оформить задним числом в итоге он решил остаться дома черт с ним работа не волк посвящу этот день себе и приятным воспоминаниям о прошедшем вечере с этими мыслями он решил поспать еще сложно было назвать его дальнейший сон комфортным кошмар который ему приснился крепко засел в памяти во сне он словно наяву находился на своем заводе и не там где привычно в том самом похоронном цеху рабочие во сне приняли облик существ которые лишь отдаленно напоминали людей они ходили по цеху как роботы как составляющие какого-то фантазмагорического механизма существа двигались по строго заданной траектории иногда подергиваясь в небольших конвульсиях осознав что это всего лишь сон андрей попытался покинуть цех решив двинуться в сторону диспетчера а ведь именно там должен быть выход парень двинулся в путь по дороге на него наткнулась одно из этих существ андрей пригляделся глаза пустые белые кожа как будто сделано из стеклоткани грязно-белая фактурная руки представляли собой на половину клешни на половину человеческие кисти на концах эти клешни имели какой-то шип который был покрыт запекшийся кровью и эта тварь просто уткнулась в технолога андрей попытался было отшатнуться но не смог сдвинуться с места ноги прилипли к полу буквально начали врастать в него он заметил как от обуви идут тонкие жилки которые начали подниматься уже голенем оплетая ногу и абсолютно безболезненно впиваясь в плоть андрей снова повернулся к существу безобразное создание видимо почувствовала сбой в своей программе похоже в нем не было заложенной инструкции на случай препятствия на пути существо подняло белесые глаза ухмыльнулась беззубым ртом в котором пленник кошмара увидел металлические трубки и она решила силой убрать помеху она замахнулась клешнёй и и тут андрей проснулся подскочив на кровати кошка фрелли спящая рядом тоже подскочила и начала тревожно обнюхивать хозяина но и дурной сон андрей прокрастинировал абсолютно весь день делать ему ничего не хотелось прозалипав youtube и сериалы до вечера решил прогуляться до магазина за продуктами к ужину а еще он написал свете в телеграме однако на абсолютно банальный вопрос как дела голова не болит после вчерашнего она не ответила что уж наверное занята не до меня сейчас но ответа не последовало и на следующий день парень запереживал может я и наговорил чего спьяну или она только в подпитии была со мной обходительно а потом осознала что я скучно и унылый подобные мысли съедали его всю дорогу на работу раз уж я такой смелый последние дни то пожалуй наведаюсь к ней в экспедицию сегодня может она телефон потеряла или еще что так и поступил но света не было на привычном месте андрей решил поспрашивать у ее коллег про ее местоположение на что получил ответ что она ушла в 29 цех понесла какие-то документы и что она забыла в похоронном экспедиция крайне редко носит что-то сама ну ладно в другой раз пообщаемся света так и не ответила ему в мессенджере ни днем ни ночью ни следующим утром звоните андрей не решился шел типичный рабочий день только вот андрей вел себя нетипично у него все валилось из рук беседа с коллегами не клеилась под глазами залегли серые мешки он не находил себе места переживал что же он сделал не так а потом корил себя за то что переживает по этому поводу дурак этого и стоило ждать но на что ты рассчитывал что вы съедитесь будете жить долго и счастливы и наделаете кучу деток твоя доля быть унылым работягой которого никто не пригласит в бурную социальную жизнь тени свою лямку и охраняясь сумку забудь о свете а может с ней случилось что-то да нет скорее всего она меня просто избегает этот внутренний диалог с самим собой поглотил андрея настолько что он даже не заметил как над его плечом стоит руководитель и пытается что-то ему сказать только похлопывание по плечу вывела парня из транса андрей ты тут вообще простите владимир алексеевич задумался вы что-то сказали говорю дойди до проходных встрет торгашей очередных привезли образцы какие-то режущий инструмент в общем очередная конторка купи продай но выпиши им временные пропуски либо пообщайся в отделе кадров возьми каталоги образцы ну как обычно ты знаешь в общем хорошо сейчас схожу к ним может удивят чем похоронный сегодня особо сильно вонял что андрея раздражало в заводе так это чайки которые тысячами жили размножались на территории предприятия в теплое время года шум от испытательных боксов и конечно же похоронный 29 цех казалось вонь когда-нибудь впитается ему в мозг и даже если он когда-нибудь покинет город то она будет преследовать его вечно и когда его положат в гроб то от него будет вонять этим противным запахом которому уже привыкли большинство заводчан да и горожан в целом уже подходя к проходным андрей заметил на информационной доске новый некролог опять кто-то умер такие объявления регулярно появлялись здесь обычно это были люди уже в возрасте но сегодня это явно был кто-то молодой андрей решил подойти поближе и посмотреть кто же на этот раз покинул мир синие глаза каштановые волосы легкая улыбка очки сердце пропустило удар ладони покрылись потом с некролога на него смотрела света вали его светлана игоревна прочитал про себя андрей значит она когда-то носила очки первая мысль была про очки мозг андрея пытался сместить внимание на что-то менее значимое чем смерть девушки которая ему нравилась почему он подумал что очки она носила раньше причина в базе фотографий предприятия которые крайне редко обновляется так и в этом случае с блюклого объявления взирала вчерашняя студентка света скоропостижно скончалась на двадцать девятом году жизни скоропостижно она чем-то болела она же вчера еще была здесь на заводе как сказали коллеги что произошло забыв о поручении начальства андрей рванул в экспедицию вид парня с безумными глазами испугал девушек которые были погружены в свои мысли что случилось со светой вы в курсе хоть кто-то что-нибудь знает хриплым голосом спросил андрей нет мы все в таком же недоумении вчера она пришла с похоронного почти не разговаривала была бледная а потом все утром руководитель сказал что она умерла и надо подготовить некролог это все что мы знаем простите вы вроде общались она говорила про вас вы андрей да она сетовала что у нее сломался телефон и надеялась что вы прибежите сюда как обычно либо на рабочий позвоните в общем примите наши соболезнования вы тоже примите соболезнования ответил андрей ни о какой работе он думать больше не мог естественно все его мысли были лишь о смерти светы ее коллеги не рассказали никаких подробностей они не знали ни о болезни ни о проблемах ни о чем-либо еще возможно получится связаться с ее родственниками вечером андрей решил найти кого-то из ее родных валиева светлана игоревна раз мне известно отчество нужно поискать соц сетях отца валиева игоря ага вот он с фотографии на страничке взирал мужчина около 60 лет город весногорск так вроде все верно на фото игр валиев стоял в обнимку с девушкой которая была похожа на свету и все же это была не она сестра что ли ладно понимаю что ему тяжело но надо все-таки ему написать пальцы застучали по клавиатуре здравствуйте игорь вы вряд ли меня знаете я знакомый светы примите мои соболезнования я понимаю что вам сейчас тяжело и я наверняка не вовремя но скажите пожалуйста когда и где состоится прощание со светой я бы хотел прийти прошу простить если что-то не так написал спасибо андрей отправил сообщение спустя несколько минут рядом с аватаркой игоря высветилась надпись онлайн а потом забегали точки игорь печатает надо же как быстро видимо папа у светы продвинутый пользователь почему-то молодой человек не сомневался что написал именно отцу светы слишком много факторов указывали на то что он прав здравствуйте андрей я думаю вы меня с кем-то путаете я не знаю никаких светланы соболезнования ваши звучат неуместно у меня все живы и здоровы игорь простите стал печатать андрей раз уж его собеседник пошел на контакт просто так совпало что умерла моя знакомая валиева светлана игоревна город у нас маленький а у вас на фото девушка похожая на нее я подумал что у нее есть сестра вы ее отец молодой человек у меня одна единственная дочь и зовут ее по-другому не знаю о ком и о чем вы говорите сочувствую ваше утрате до свидания да уж андрею было стыдно за эту выходку на что-то тут явно не так думал он либо игорь от меня что-то умолчал и не подал виду либо и действительно ошибся скорее всего первое ведь я действительно ему никто и могу его понять не очень приятно когда кто-то чужой лезет в дела семьи особенно после такой трагедии инженеру этой ночью опять снились кошмары связанные с похоронным цехом деталью не запомнил в памяти всплыло лишь то что он бежал за светой по цеху и никак не мог ее поймать по ходу пришло время навестить 29 цех и попытаться что-то выяснить зачем вообще работник экспедиции туда ходила с этими мыслями он позвонил начальнику техбюро 29 цеха так как знал его василий ахмедович здравствуйте карпов андрей вас беспокоит 48 цех к вам тут на днях валиева светлана заходила ну к вам цех вы не в курсе зачем и кому именно здравствуй андрей да было дело видел ее на этаже у нас спросил зампотеха она к нему в кабинет заходила с документами ага спасибо зайду к нему технолог решил любым способом докопаться до правды ему казалось что похоронный цех тут точно как-то замешан возможно свет оторванулась там чем-то а руководство все замяло каким-то образом размышлял он уже на подходе к похоронному он чувствовал как знакомая вонь усиливалась и как они только тут работают постучал в дверь кабинета заместителя начальника цеха по технической части он зашел внутрь здравствуйте александр юрьевич меня зовут карпов андрей ведущий технолог 48 цеха здравствуй проходи знаю знаю тебя на доске подсчета как-никак красуешься по какому вопросу да вот было тут у вас на днях валиева светлана из экспедиции а вчера вывесили ее некролог вы знаете что-нибудь может быть но не знаю что то в ее виде или поведение показалось вам необычным да заходила действительно принесла письма со счетами по договорам на материалы у нас некому было выбраться до экспедиции а письма нужны были вот я и попросил в качестве исключения принести их мне говорил александр юрьевич поправляя очки это был мужчина средних лет что-то около 40 очень сухой высокий в очках и с легким прищуром глаз казалось что он замышляет что-то недоброе но ему всего лишь были нужны новые очки так как в этих ему приходилось изрядно щуриться она передала бумаги и ушла ничего странного я не заметил продолжал зампотех больше мне нечего сказать по поводу ее визита но если ты вдруг подозреваешь мой цех андрей то спешу тебя заверить что он тут ни при чем несмотря на свою дурную репутацию нас тут вполне безопасно чтобы заработать болезни необходимо отработать тут всю жизнь но на то она и вредность правильно пойдем устрою тебе небольшую экскурсию вижу тебя смерть девушки очень за дело попробую хоть немного тебя успокоить александр юрьевич и андрей спустились цех прошлись по производству заклинули на все участки ничего криминального не увидел да цех действительно грязный темный отталкивающий кое-где локально сделан ремонт который смотрится инородно на фоне общей удручающей картины но в целом цех не выглядел как филиал ада на земле только андрею начало казаться что он привык к вони как они вышли на участок гальваники уровень вони стал критическим андрей попросил своего гида немедленно увезти его оттуда на этой зловонной ноте они и закончили спасибо александр юрьевич возможно я и вправду себе что-то надумал и перенервничал андрей хотел было уже попрощаться как его взгляд упал на неприметную дверь она была старая деревянной зеленая масляная краска на ней облупилась на двери висел замок а здесь что там мы не были спросил андрей да там просто материальная кладовая давно ремонта не видела как и большая часть цеха впрочем распрощавшись с похоронным андрей шел к себе и думал что то тут все-таки не сходится дверь в кладовку не была обозначена табличкой также на ней не было указания типа помещения по пожароопасности и ответственного за пожарную безопасность андрей размышлял как инженер ведь на промышленном предприятии все должно быть в порядке классифицировано подписано обозначено нужно будет как-то узнать что там вся эта история для андрея походила на детектив он в кои-то веки чем-то загорелся что-то внесло в его рутину разнообразие но как открыть замок нужно для начала его изучить схожу завтра еще раз посмотрю на него внимательно главное не привлекать лишнего внимания на следующий день андрей взял у рабочих своей группы спецодежду переоделся и пошел в двадцать девятый цех в робе как ему казалось он привлечет меньше внимания подойдя к двери и взяв висящий на петлях замок в руки андрей начал его осматривать и тут раздался щелчок замок просто открылся в руках у технолога это мой шанс проверю что там андрей гляделся по сторонам и поняв что работяги заняты каждый своим делом он приоткрыл дверь и прошел внутрь внутри было темно нащупав старый поворотный выключатель парень зажег свет тусклые люминесцентные лампы с гудением осветили комнату с потрепанными стенами советской плиткой на полу и еще одной дверью никаких стеллажей с материалами тут не наблюдалось андрей пошел дальше открыл очередную дверь за ней был коридор в инженере загорелась трассе исследования наплевав на собственную безопасность он двинулся вглубь коридора он медленно ступал по выцвящим доскам устилающими пол коридора который был тускло освещен старыми арматурами стены были выкрашены масляной краской на половину вторая же половина была когда-то белой и тут андрей услышал низкий гул где-то впереди он манил его будто некий зов за очередным поворотом коридора гул усилился а свет пропал почти полностью включив фонарик на телефоне и приложив руку к стене андрей продолжил путь он двигался вперед даже не осознавая что на дисплее телефона горела надпись нет сигнала гул занял все мысли парня он уже и забыл зачем он здесь забыл о свете а ее загадочной смерти о своей работе о похоронном цехе вообще обо всем но тут андрей остановился что-то вывело его из транса под подушечками пальцев была уже не относительно ровная стена а что-то выпуклое он медленно направил луч телефонного фонарика там на поверхности стены проступал чей-то силуэт как будто человека замуровали в стене заживо но на последнем издыхании он частично из него выполз а потом когда он уже был мертв его закрасили или тут поработал безумный скульптор который зачем-то решил выполнить на стене 7 мерзкий барельеф кричащего в отчаянии человека а человека ли над застывшим в крике ртом было четыре глаза что это вообще где я черт возьми андрей запаниковал нужно возвращаться с этими мыслями он рванул назад но ступился и рухнул на пол луч света исходивший из выпавшего телефона теперь освещал потолок коридора в глазах начало темнеть последнее что андрей увидел был тот самый александр юрьевич который смотрел на него сверху вниз поправляя очки и как обычно щурясь а я ведь тебе говорил что там просто кладовая андрей пришел в себя в больничной палате рядом сидела света увидев что андрей открыл глаза она радостно защебетала наконец-то ты пошел на поправку врачи говорят что скоро тебя можно будет выписывать что что происходит где я света ты жива я ведь видел твой некролог в смысле жива ну да жива сижу перед тобой и здорово в отличие от тебя слава богу что ты жив я чего только не надумал о себе после того случая того я упал в похоронном цехе послушай там за дверью какая-то хрень они скрывают что-то это точно ты не мог упасть в похоронном две недели назад мы отмечали твое занесение на доску подсчета потом ты провожал меня споткнулся и упал крепко ты приложился головой ты до недавнего времени был в коме тебя только-только перевели в общую палату и наконец-то пустили меня к тебе про похорон и тебе наверняка привиделось света послушай я думал что ты мертва начал узнавать что с тобой случилось оказывается что я сам чуть не помер черт возьми башка раскалывается ничего не могу понять мысли путаются теперь все будет хорошо сказала света и поцеловала андрея в щеку света ушла андрей пытался привести мысли в порядок но ничего не выходило с этим тревожным бардаком в голове он и уснул проснулся он посреди ночи от нестерпимой боли он не ощущал себя живым он будто наблюдался собой со стороны андрей видел себя на больничной койке голова представляла из себя бесформенное месиво это что прошлое неужели так сильно травмировался в тот день череп крепко разворочен он увидел что серое вещество начало вытекать из черепной коробки я но не думала останавливаться потоки мозгов текли сквозь стены двери окна другие были рядом соседи по палате света покойные родители игорь отец или не отец светы александр юрьевич владимир алексеевич саня лёха все неторопливо постигали положение вещей созерцая похождения текущего повсюду по привычке продолжая ритуально повторять похоронный 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 андрей снова проснулся очередной кошмар мать его после выписки андрей вернулся на завод все было по-старому 29 вонял света улыбалась начальник загружал работой лёха и сами отравили шутки но что-то не давало ему покоя но не могло же все это мне привидится думал инженер нужно снова сходить в похоронный цех и проверить ту дверь дверь была на месте замок вообще отсутствовал что же это получается кто меня пытается обмануть света сампотех 29 что вообще происходит почему эта дверь здесь в реальности я ведь видел ее в коме если верить свете все эти мысли не давали ему покоя андрей зашел внутрь пройдя через те же коридоры и не поддавшись гулу андрей перестал понимать куда идет коридоры ветвились расходились в разные стороны ступени шли то вверх то вниз иногда ему казалось что он шел вверх ногами или не казалось я вообще в ивклидовом пространстве проходя сквозь казалось километры коридоров лестниц узких тоннелей где приходилось лезть ползком андрей достиг большого помещения с высоким потолком кажется геометрия сказала до свидания да и мой собственный рассудок уже сказал мне до свидания что уж греха таить все-таки что-то со мной тут сделали и со светой тоже уму непостижимо то что я якобы видел в коме действительно существует в просторном зале который явно не вписывался в габариты цеха что-то гудела гудела так что закладывала уши а костная проводимость показывала себя во всей красе мозгу было буквально больно от низких частот я что под землей внезапно начали загораться прожекторы перед андреем была масса неизвестных ему устройств огромной высоты все они перемигали с лампочками стрелки дисплея отображали неизвестные ему значения самописцы отчаянно что-то выводили на бумажной ленте гул стал сводить с ума и тут сквозь гул начал пробиваться чей-то голос зачем ты здесь я хочу получить ответы что произошло со мной отвечайте тебе нет нужды это знать работой и жили спокойно трудись и приноси пользу стране твоя энергия идет на пользу ты молодой и перспективный у тебя многое впереди уходи отсюда вам нужна моя энергия моя жизнь вы и так ее почти отобрали отбирать твою жизнь не имеет смысла живой ты гораздо полезнее для систем казалось вся эта ситуация весь этот гул созерцание всех этих механизмов и приборов окончательно и бесповоротно нарушили мыслительные процессы андрея надо решаться я ничего не теряю думал андрей тот кто с ним разговаривал вселял в него ужас сознание было полностью затуманено я понял все мы тут лишь для того чтобы из нас высасывали жизнь а в похоронном эпицентр этого явления так ну и пожалуйста тягу к жизни вы у меня и так отобрали терять мне нечего забирайте и саму жизнь стой прекрати увидеть его отсюда но было поздно закончив свою речь андрей схватил ближайший силовой кабель идущий к неведомому прибору с небольшим усилием вырвал его из разъема и схватил его ртом после короткого импульса уже бездыханное и обугленное тело андрея рухнуло на пол индикаторы на устройствах заморгали с утроенной чистотой стрелки уперлись в ограничители гул заглушал казалось все звуки на земле стены начали осыпаться а потом и вовсе рухнули так похоронный 29 цех и разрушался пока от него не осталось только груды камня и металла жертв было много никто не знал что произошло если верить уцелевшим камерам видеонаблюдения все работники во время обрушения здания вместо эвакуации пустым взглядом смотрели себе под ноги опять неудача интерфейс выбила в критическую ошибку такой сценарий мы не тестировали говорил мужчина в белом халате своим коллегам придется создавать новую симуляцию начинать все заново где же это видано чтобы проекция человека мимик по своей сути обрел волю и добровольно отдал себя на поглощение из-за этого инцидента вся матрица и посыпалась никто кроме наблюдателей не должен знать что мы через нейро интерфейс кормим его фальшивая энергия мимиков я повторюсь мы не просчитывали вариант с добровольным самопожертвованием учтем при создании следующей симуляции думаю время у нас еще есть коллеги он пока не догадывается что мы скармливаем ему фальшивку и не должен догадаться иначе он возьмется за нас помните об этом на этом мой доклад подошел к концу закончил высоких удащавый мужчина в очках по привычке щурясь сегодня же закажу себе новые очки эти уже совсем не к черту всем спасибо за прослушивание ну что ж вот такая вот история у меня получилось обязательно пишите мнение в комментариях любая конструктивная критика приветствуется история писалась довольно долго но потому что сначала написалась первая так скажем вводная часть потом я отложил ее в долгий ящик а потом вдруг снизошло озарение и я ее дописал надеюсь она вам понравилась подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии как я уже говорил подписывайтесь на телеграм-канал группа вконтакте на бусти если есть желание и возможность ну и присылайте свои истории с вами же был канал звуф извне всего вам хорошего и помните что мы обязательно еще увидимся ведь симуляцию уже перезапустили